С 25 мая постепенно начали открываться многофункциональные центры региона. Ленинский МФЦ возобновил работу с юридическими лицами, а также проводит регистрацию рождения и смертей и принимает посетителей с экстренными случаями. Всего будет работать одновременно 19 окон. Руководство принимает все необходимые меры безопасности. Все сотрудники проходят у нас обязательно измерение температуры в ходе на работу. Им выдается средства индивидуальной защиты – это перчатки, респираторы и дезинфицирующие средства. Им выделено специальное место для приема пищи. Соблюдается социальная дистанция. Операторы рассажены через рабочее место, а для посетителей на полу нанесена разметка. При входе размещается специальный коврик с дезинфицирующими средствами. Мы просим заявителей пройти обязательно по этому коврику для того, чтобы продезинфицировать обувь. Руки заявителей дезинфицируются специальным дезинфицирующим раствором. Плановая дезинфекция, которую провели сотрудники центра МЧС «Лидер», помогла подготовить помещение МФЦ к работе с посетителями. Семь человек, облаченных в специальные защитные костюмы, сначала провели механическую дезинфекцию кабинетов, а затем более масштабную дезинфекцию, применяя хлорсодержащие средства. Средства для обработки помещения приобрела администрация муниципалитета. В один день сотрудники центра «Лидер» побывали в разных точках городского округа. Мы совместно с сотрудниками центра особых операций МЧС «Россия-Лидер» с администрацией городского округа провели такую совместную работу. Мы закупили дезинфицирующие средства, а МЧС обеспечила сотрудниками и техникой. В результате еще было дезинфицировано 84 штуки техники. Это как бы спецмашины, те же самые полиции машины. Так что в данном случае я хотел бы выразить огромную признательность сотрудникам МЧС «Россия». Сотрудники «Лидера» побывали в ГИБДД, УВД, Островском ПНИ, Видновской районной клинической больнице, которая около месяца назад была переквалифицирована под прием больных с коронавирусной инфекцией. Всего за день было обработано 14 объектов. Татьяна Брулова, Сергей Ларин, Видное ТВ.